Диалог с главой в прямом эфире Диалог округа Люберцы. Владимир Петрович Ружицкий расскажет о том, как школа готовится встретить своих учеников. Поговорим о ремонте многоквартирных домов и благоустройстве придомовых территорий, а также узнаем, какие сюрпризы приготовили для люберчан ко дню города. Владимир Петрович, добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Чуть больше недели остается до начала нового учебного года. Уже вузы и школы готовятся к встрече с учениками, со студентами. Расскажите, пожалуйста, сколько детей в этом году пойдут в школы, сколько у нас первоклассников и сколько у нас выпускников? Ну, я могу сказать, что учебный год – это всегда некое волнение у родителей, учеников. Понятно, педагоги готовились к учебному году. Я думаю, больше всех волнуются первоклассники и их родители, потому что первый раз в первый класс – это незабываемые события, как для родителей, так и для первоклассников. И поэтому мы к этому дню всегда готовимся. Я, как правило, очень часто встречаюсь с руководителями школ, заведующими детских садиков. И суть в том, что мы подготовку к новому учебному году, как правило, начинаем с апреля-мая месяца. Еще не закончился учебный период, когда мы начинаем готовиться к новому учебному году. И мы всегда делаем анализ, что происходило в уходящем учебном году, что происходило в зимний период. Потому что в школах должно быть тепло, крыша не должна течь. Все, что связано с пищеблоками, должно работать. Поэтому эти вопросы всегда поле зрения. Потому что родитель отправляет ребенка в школу, он надеется, что там все организовано хорошо, на уровне. Я сегодня могу еще раз сказать, что либеретское образование, оно одно из лучших в Московской области. Это тоже факт. Это говорит о том, что у нас всегда, как правило, в вузы поступает процентов от выпускников процентов 80. Если за 100 процентов, то 60 процентов на бюджет поступает. Это говорит о том, что у нас все-таки на уровне образования люберетское. Потому что такие у нас показатели. Что касается этого года, то в этом году у нас где-то более 39 тысяч учеников сядут за парты. И суть в том, что мы город, территория очень интенсивно развивающаяся. Это связано со многими критериями. Ну и в первую очередь связано с тем, что мы, по сути, столичный регион. Москва рядом. Она многих манит. Как в Москву, так в Ближней Подмосковье. Поэтому понятно, что нас порой критикуют, что у нас много строится. И суть в том, что так уж, по крайней мере, повелось и на сегодняшний день, так или иначе, целый ряд территорий, в том числе и земель, находятся в частной собственности. Что касается собственника, частника, он праве распоряжаться своим имуществом. И мы, если идем на встречу застройщикам, то мы все показатели, связанные со школами, садами, поликлиниками, мы эти все вопросы решаем, чтобы все это было в нормативах. Поэтому я хочу сказать, что у нас, как правило, и не то, что как правило, а вообще нет нарушений с точки зрения, чтобы решались социальные вопросы. Поэтому эти вопросы тоже у нас решены. Поэтому суть в том, что с 1 сентября на сегодняшний день у нас весь образовательный комплекс готов к началу занятий. Мы подготовились. У нас, по сути, в каждой школе проведен анализ. В каждой школе, значит, кстати, у нас ежегодно перед началом учебного года, где-то в первых числах августа, мы создаем комиссию, куда уходят сотрудники Роспотребнадзора, ПОЖНадзора, это работники управления образованием, это работники полиции, потому что вопросы безопасности тоже, кстати, на первом месте. Ну, понятно, сотрудники администрации в некоторых комиссиях я принимаю участие, где мы обходим школу, скажем, заходим в самые, я бы сказал, потаенные места, чтобы все вопросы, связанные с учебным циклом, были на уровне. И в первую очередь, вот я в частности, уделяю внимание все, что связано с безопасностью и пищеблоком. Так вот, все школы на сегодняшний день к учебному году готовы. Это есть подтверждение комиссии, и это все документально оформляется. Потому что это очень важно. А так, мы в процессе подготовки к учебному году, целый ряд школ – это кровли, это периметр, это ограждение, это спортивные блоки. Мы по целому ряду школ подготовили спортивные блоки в этом году, 44-41 гимназия, мы там, по сути, сделали такой спортивный комплекс. Это стадионы с искусственным покрытием, то есть где-то есть у нас и воркаут, потому что ребята любят заниматься, скажем так, гимнастикой, чтобы по-русски мы бы говорили. Поэтому сегодня учебный год, по сути, в Люберцах начнется без срыва, 1 сентября, и школа откроет свои двери, с нетерпением ждут детишки, родители, педагоги. Все соскучились, я думаю, 1 сентября... Состоится. Должен пойти в школу, он пойдет. Мы чуть позже поговорим с вами о том, как были ремонты в школах. Сейчас мы немножко о другом и хотел бы с вами поговорить. 1 сентября ведь это очень важно для детей. Вот вы говорите о безопасности, детям важно, чтобы там было интересно, да, мы обеспечиваем эту безопасность взрослые. И детям важно, чтобы 1 сентября, когда они встречаются с одноклассниками после лета, чтобы они выглядели красиво, как они говорят, стильно, и им важно, что купить. Ведь у них есть своя мода определенная на рюкзаки, на письменные принадлежности. А родители задача обеспечить все это. Владимир Петрович, мы подготовили сюжет о том, как собрать ребенка в школу. Предлагаю нам с вами посмотреть за этим особенным процессом для детей. В эти дни многие семьи начали подготовку к новому учебному году. Мама Анна Демчук с дочерью Екатериной закупаются школьными вещами. Начинают с формы. На 1 сентября школьница выбрала нарядное платье. По-моему, хорошо. А тебе нравится? Покупаем. Цена – 3000 рублей. Можно найти дешевле, но сложно отказать ребенку. Девочке так хочется произвести впечатление на одноклассников. Далее – за канцтоварами. Дочка в этом году идет в третий класс, и многое осталось с прошлого года. Это и некоторые вещи из формы школьной, и канцелярские товары. При таком разнообразии трудно определиться с выбором. Детям хочется купить все, а родителям сэкономить семейный бюджет. Нам нужны тетради в клетку. Пять штук. Собрали полный комплект. Тетради, краски, пластилин, цветную бумагу и картон. Выбираем рюкзак. Для мамы главная легкость и вместительность. Для дочки – красивый вид и креативность. За форму, рюкзак и письменные принадлежности заплатили 6500 рублей. Осталось купить сменную обувь и кроссовки. На это потребуется еще 4000. Большинство расходов покрыло выплата, начисленная в рамках господдержки от президента. Такую материальную помощь получила и мама Киры Задорновой. Вот так вот я планирую пойти на линейку 1 сентября. Школьница перешла в восьмой класс. Это еще не старшая школа, но уже серьезный этап. Кира немного волнуется. Для уверенности первым делом обновила учебный гардероб. Недавно ходила в магазин, купила вещей, одежду. Вместе с мамой Кира подобрала юбку, брюки, несколько рубашек. Президентская выплата пришлась кстати. Материальную помощь планировалось начислять с 16 августа. Но сроки перенесли. И уже 2 числа семья смогла приступить к покупке новых вещей. Я очень благодарна этим выплатам. Я сейчас не работаю. Мне как раз это денежка, чтобы приготовить ребенка к школе. Сейчас, к сожалению, цены в магазине приличные. Выплаты начисляют на детей от 6 до 18 лет. Есть отдельная категория – школьники с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет. Которые продолжают обучение по общеобразовательным программам и числятся учениками школы. Их родители тоже имеют право на материальную помощь. Граждане, у которых детки рождены не на территории Российской Федерации, но имеют гражданство уже России в настоящий момент, должны обратиться в клиентские службы пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявлений – 5 рабочих дней. Выплата осуществляется в течение 3 рабочих дней. Прием заявлений мы будем осуществлять до 1 ноября 2021 года. В этом случае деньги начислят до декабря текущего года. Те, кто еще не успел подать заявление, могут это сделать через госуслуги или в личном кабинете на сайте ПФР. Владимир Петрович, в этом году по поручению президента России родители школьников получили материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Какие еще меры социальной поддержки предусмотрены для родителей и школьников? Есть некие критерии, показатели. Малообеспеченные семьи – это где прожитое минимум меньше определенной суммы на человека. Эти вопросы определяются совместно с социальной защитой. Таким семьям на покупку школьной формы единовременно выдается 3 тысячи рублей. Кроме этого, есть малообеспеченные семьи, где есть дети-инвалиды. И тогда на ребенка-инвалида дается сумма в полуторакратном размере от этой суммы. Это где-то в пределах 12-13 тысяч рублей. То есть в этом плане оказывается такая помощь. Понятно, что, к сожалению, денег много не бывает, но это денег более-менее достаточно, чтобы как-то ребенка собрать и купить школьную форму. Вот такие как бы меры мы предусматриваем. Бывают, конечно, точечные подходы. Есть у нас многодетные семьи, есть семьи в каких-то трудных жизненных ситуациях. Когда к нам обращаются, ну тогда мы привлекаем наш бизнес, предпринимателей, как-то в складчину, мы таким семьям как-то разово оказываем помощь. То есть это такая тема, она очень гибкая, она непростая, потому что у нас городской округ достаточно приличный, большой. Я вам скажу, у нас сегодня официально где-то более 330 тысяч, но, как говорят медики, именно по обращению наших медицинских учреждений, у нас где-то более 400 тысяч. Потому что у нас район застраивается, многие поселяются, живут, а потом обращаются в медицину. То есть вот такая ситуация, и многие ходят, именно проживая здесь. Возможно, они прописаны, такие у нас тоже есть, но дети ходят в школу. Владимир Петрович, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем, что хочет спросить телезритель. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Лученкова Екатерина. Я живу в Красково. Владимир Петрович, у меня к вам просьба, наверное, можно так сказать. Есть такая пешеходная зона, которая начинается где-то в районе улицы Гаршина, дом 13, который идет вдоль проезжей части до пешеходного моста через реку Пехорху. И вот эта пешеходная зона, ну, там нет никакого асфальта. Там просто обычная земля, и вы сами понимаете, да, когда дождик, когда там снег, там, конечно, месиво. В общем, пешеходная зона достаточно оживленная. Сама лично я по ней каждый день утром и вечером хожу туда-обратно на работу пешочком. И также, конечно, другие люди тоже так делают. Ну, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы там хотя бы асфальт проложили, чтобы была нормальная дорожка, да, и освещения тоже никакого нет. Вечером, когда темнеет, конечно, там страшно ходить. Хорошо, Екатерина, я вопрос понял. У нас сегодня есть целая программа по так называемой народной тропе. Эта программа, она инициирована губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. И суть в том, что мы, если, скажем, там, где народ прошелся, протоптал, потому что люди ходят там, где более удобно, где самый короткий путь, самый удобный путь к чему-либо. И таких троп у нас много. Вот мы в этом году, я скажу, мы таких троп, значит, в этом году, вернее, не отремонтируем, а обустроим. То есть, знаете, там люди ходят же по земле, либо по газону. Значит, мы, как правило, когда дождь идет, это грязь, это лужи. Поэтому мы вот в этом году к этой работе приступили. У нас таких троп 25. И мы их, я планирую, где-то в ближайших две недели завершим. Вот я по памяти скажу, мы уже закончили 14. Осталось 11, и мы в ближайшее время эту работу завершим. Я так долго рассказываю, вопрос есть. И суть в том, что я поручу своим коллегам, мы возьмем в план. В этом году я уже ничего не скажу, потому что это работа плановая. Это какие-то деньги, бюджеты и так далее. Мы возьмем в план, включим в следующем году, чтобы именно вот это, надо посмотреть, какое там расстояние, длина, как соединить, что с чем. Чтобы мы не проложили, будем этот тротуар, а он уперся там или в болото, либо в речку, либо еще куда-то. Надо посмотреть. И мы, я думаю, вы оставили свои координаты, мы с вами войдем в контакт. И эту работу, я уверен, мы поставим в план и ее выполним. Владимир Петрович, я предлагаю к школе все-таки вернуться, к школьной теме, потому что тема актуальна и важна. В подготовке к новому учебному году очень много дел. Скажите, пожалуйста, в образовательных учреждениях округа какая работа была проведена этим летом? Ну, я уже говорил, что каждая школа, каждую школу мы обследуем. Мы работаем очень плотно с директором школы. А у нас школ, 38 школ на сегодняшний день, у нас порядка 24 детских садиков, у нас, я вам скажу, 3 школ дополнительного образования. То есть это достаточно большое хозяйство. И этим надо заниматься, содержать. Поэтому я в Синвизии говорю, что несет ответственность и юридическую, и чисто моральную, и просто как человеческую, конечно, директор школы. Потому что есть глава, есть начальник управления образования, и если есть директор школы, который настойчивый, который ведет дело со знанием, скажем, ну, дело, то тогда в этой школе и порядок есть. У нас в целом директорский корпус именно такого склада. Поэтому, если есть вопросы в школе, это, как правило, после зимы, ну, и детишки так устроены. Это, понятно, люди возрастные, пенсионеры сидят на лавочках, там, рассуждают. А детишки не носятся. Они носятся, они бегают, они толкаются. И понятно, что за год обучения в любой школе, даже самый, я оценю такой, не то что ухоженный, а то весь порядок, где там, как бы, дети ходят по струнке, что невозможно. Там за год что-то приходит в негодность. Поэтому стоит задача все это как-то зафиксировать, записать, значит, и привести в школу именно в летний период в порядок. Поэтому у нас такие планы есть, мы их составляем. Я уже говорю, что все школы мы обследовали. Это кровли, крыши, значит, это санузлы, это пищеблоки. Все придено в порядок. Более того, мы уделяем особое внимание все, что связано со спортом. Поэтому мы обустроили 41-е, 44-е гимназии, стадионы мы развиваем. Ну, сегодня идет цифровизация везде и во всем. И это люди наши замечают. Если раньше, скажем, пишешь письмо в администрацию, оно лежит месяц в администрации, его кто-то рассматривает, потом могут потерять, то сегодня ничего не теряется. Сегодня работает цифра, отправил письмо по электронке, оно где-то там в облаке, значит, оно присутствует. Особенно если мы отправляем в ЦУР, в Добродел, это нигде не пропадает. И суть в том, что мы обречены эти вопросы решать. Рукром цифра. Поэтому, коль цифра, то дети должны этому учиться в школе. Поэтому мы приобретаем цифровое оборудование в школы, ставим. Есть проблема, ну не проблема, а нужно заниматься кадрами. Именно педагоги, которые должны этой цифре обучать, рассказывать, показывать. Тотальная компьютеризация. Поэтому детишки сегодня, они все продвинуты. Вы посмотрите, все ходят с телефонами, с айпадами, с какими-то андроидами, ноутбуки всех. Все. И вот я наблюдаю за маленькими детишками, которым 2-3 годика. Он берет айпад, сам нажимает клавиши, находит нужную сказку. Он говорить не умеет. Говорить не умеет. Я не буду прочитать. Но кнопочку нажать и найти там Маша и Медведь легко, или другие мультики, потому что ему это нравится. А ему всего 2 годика. Поэтому я не знаю, то ли сегодня там, если люди верят, что есть Всевышний, то, может быть, нас оттуда так ими делают. Либо так само наше окружение каким-то образом способствует такому развитию. А школа обречена всем этому научить, как-то подвинуть, потому что будущее именно за компьютером, за цифрой. Поэтому тоже мы эти вопросы со школами отрабатываем, оборудование получаем, мы работаем очень плотно с Минобразованием. Поэтому на сегодняшний день, я уже повторяюсь, школы наши абсолютно готовы к новому учебному году. У нас же ведь еще школы будут открываться. А, ну, что касается новых школ, я тоже скажу. Мы, повторяюсь, уже территория очень интенсивно, бурно развивающаяся. И я помню Люберцы 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад и сегодня. Понятно, мы устроены так, что мы способны или можем где-то пожаловаться на жизнь, и не так, и не то. Но, что бы ты ни говорил, идет динамика, она в плюс. И то, что было 5 лет назад, оно уже сегодня устарело. И лучше, и мы обречены двигаться, бежать и, скажем, и шагать так, как это сегодня весь мир это делает. Тем более, по соседству Москва. Москва за последних 5 лет неузнаваемо изменилась. Я в силу, скажем, и работы, и раньше, немножко был и за рубежом, я могу точно сказать, что Москва сегодня это одна из лучших столиц мира. Она один из самых благоустроенных городов мира. Ну, а Люберцы это тоже столичный регион. И мы обречены, потому что наши люди... Ну, что, я вот вышел, сел на электричку, я в центре Москвы через полчаса. Если нету пробок, я в центре Москвы через 15 минут. То есть, все рядом. И суть в том, что мы обречены за Москвой как-то успевать. Но у нас есть сегодня, надо сказать, дать должное. Вот губернатор Андреевич Воробьев, он нас и понуждает, и заставляет, и мотивирует. И сегодня целый ряд городов у Московского тоже же они очень сильно изменились. И Люберцы, я оцениваю, ходят в это число. И сегодня у нас целый ряд вопросов мы решили в городе Люберцы и в городском округе. Поэтому мы в движении. Что касается образования, то в силу того, что мы развиваемся, то мы в этом году открываем три школы. Вот школа, микрорайон ЖК Люберецкий, там полторы тысячи мест. Микрорайон с самолетом, крайне востребована школа, там 1100 мест. И открываем школу, микрорайон Мирный, тоже 1100 мест. Мы открываем детский садик Нового Краскова на 350 мест. И там он востребован, микрорайон заселен, садик крайне нужен, он готов. Мы откроем к первому сентября. Я вам скажу, у нас есть деревня Марусина. И слово деревня Марусина, оно как бы звучит, и это деревня. Но сегодня все, что в деревне Марусина, в округах деревни Марусина, выросли тоже новостройки. Там малоэтажка, но там и население выросло. И мы там строим, по сути, мы назвали пристройка к школе 49, школа 59 Марусина. Но это, по сути, школа. И в этой школе у Марусина учились с 1 по 6 класс. Мы сейчас делаем пристройку, и там будут учиться детишки с 1 по 11 класс. То есть люди уже не будут полнообразовать, ехать в Коренево, Красково и так далее. Поэтому на эту школу у нас были торги в свое время. И там учебный период относительно, ну, по конкурсной документации, должен был, скажем, школа должна быть сдана в декабре месяца этого года. Ну, мы, как бы, работаем очень плотно с застройщиком. И мы думаем, и мы, я надеюсь, мы понуждаем застройщика, чтобы вторую четверть детишки пошли именно в школу Марусина. По крайней мере, все ли этого делаем, застройщик вменяемый, понятный. И я думаю, что мы с этой задачей тоже справимся. Таким образом мы вводим три школы, детский садик и новый корпус 59-й школы в Марусина. Умников у нас станет еще больше в Люберцах. Ну, да, и я хочу сказать, ну, дело в том, что образование, оно носит такой характер, я бы сказал, интимный, потому что здесь надо спровоцировать человека, чтобы он сам занимался. Сам занимался, сам стремился к знаниям, сам работал с литературой. Сегодня очень много всего доступно в интернете. Не надо ходить в библиотеку, в библиотеку в интернете. То есть многие ребята, молодые парни, девчонки, мальчишки, юноши, девушки, они черпают информацию из виртуального пространства. Но очень важно, какой учитель. Надо, чтобы учитель мотивировал, надо, чтобы учитель как-то спровоцировал ученика на знание. Потому что вот это, скажем, учитель-ученик никто не отменил. Поэтому учителя ни один компьютер не заменит. Я вот рассуждаю со многими учениками, учителями. Вот во время пандемии было дистанционное обучение. Это как бы неплохо. Поначалу там неделю-две, потому что не надо в школу ходить, учитель тебя не видит. Ты можешь ходить там в спортивном, в трико по квартире. Если есть балду даже гонять. И через две-три недели ребятам это скучать. Потому что школа, кроме того, что есть учитель, который требует знаний, ставит оценки, а еще есть ребята, еще есть общение, еще есть спорт. Мы же существо коллективное, и мы тянемся друг к другу. И хотим, особенно молодые ребята, 10-15 лет, они стремятся к общению. И оно было разорвано. Поэтому сегодня, и более того, чтобы ты не говорил, обучение на расстоянии, дистанционное, это другое обучение. И я вам хочу сказать, качество такое обучение особо не дает. Это тоже все поняли. 1 сентября у нас будет очное, слава богу, в этом году. Да, очное, в этом году, да. Вы смотрите прямой эфир с главой. Звоните нам по номерам студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Задавайте ваш вопрос главе городского округа Люберца Владимиру Петровичу Ружицкому. Владимир Петрович, вы рассказали о том, что было сделано для создания комфорта и уюта в школах. У наших ребят есть все для того, чтобы получить качественные знания и, как результат, хорошие оценки. Но большая работа была проведена и по благоустройству дворовых территорий. Чтобы понять, насколько качественно реализованы такие масштабные проекты, конечно, важна обратная связь. И я знаю, что вы особое внимание этому уделяете. Мы сняли сюжет и спросили у жителей округа, как они оценивают благоустройство дворов. Давайте послушаем их ответы. У жительницы Краскова Валентины Михайловны Долговой двое внуков. За развлечениями раньше приходилось ездить в торговые центры или ходить на детские площадки в соседние дворы. Теперь для того, чтобы интересно провести время, достаточно выйти из дома. Современный игровой комплекс оборудовали прямо под окнами. Довольны и дети, и мы. Лазают везде, хотя вот сюда нельзя, все равно карабкаются. Новые детские площадки нравятся всем и взрослым, и детям. Одни любуются красивым видом, другие радуются разнообразию игровых элементов. Мы очень рады. У нас окна сюда выходят. Мы каждое утро встаем, смотрим. Очень приятно. И любуемся. Очень красиво, ярко. Самое главное. Малышке очень нравится. Горка большая, конечно, очень понравилась. Качели, паутинки. Мне тоже паутинка нравится. Это лучшая площадка в мире. Молодцы строители, которые ее построили. Пока дети осваивают игровые комплексы, родители следят за их безопасностью. Современные детские площадки оснащены резиновым покрытием. Игры на свежем воздухе будут без ссадин и травм. Это что нравится. Именно то, что мягкое. И даже в жаркое время дети ходили босиком. Поэтому не вызывало никакого сомнения. Очень здорово. Владимир Петрович, в конце августа мы уже можем подвести итоги летнего комплексного благоустройства дворовых территорий. Есть такое понятие. Расскажите, пожалуйста, какие работы были проведены во дворах и сколько открыты детских площадок на радость родителям и детям? Вы показали хороший такой репортаж, хорошая такая зарисовка, где детишки, родители. Скажем, это весело. Это, во-первых, красиво, потому что детские площадки хорошие, ухоженные. Потому что я помню, ну, допустим, лет 15 назад мы тоже делали детские площадки, но покрытие было гравий, песчаное покрытие. И понятно, что это дождь. Это когда дождь, это какая-то грязь. И как-то было не очень уютно, удобно. Мы тогда тоже этому радовались, потому что другого не знали. А когда, скажем, пошла такая мода, или, по крайней мере, в технологии появилось такое название, такая возможность, чисто техническое, технологическое, это прорезиненное покрытие или резиновое покрытие, конечно, это совершенно другая атмосфера, другое состояние этой детской площадки. Нет грязи, нет пыли, все очень достойно, красиво. И когда-то все освещено, а более так, ну, показали детскую площадку, где все такое в ярких красках, такая радуга, красивые, светлые тона, то понятно, что это, ну, просто это все несет радость. И мы в этом году планировали обустроить такое комплексное благоустройство 38 дворов. И мы на сегодняшний день подходим к завершению. У нас полностью сделано таких 20 дворов. В ближайшие несколько недель мы эту работу завершим. Мы обустроили в этом году 33 детских площадки, и эта работа тоже близится к завершению. Я вам скажу, что кроме детских площадок, где они вот такие, скажем, такие все красивые, красиво оформленные, с хорошими элементами, самыми разнообразными для игры, это везде скамейки, которые удобные для более старшего поколения. Бабушки, дедушки, можно прийти посидеть, или папа с мамами. Это освещение, это мы ставим видеонаблюдение, потому что, к сожалению, у нас время от времени мы встречаем вся с вандализмом. Я сегодня хотел бы попросить наших телезрителей, кто видит, если вы видите, что кто-то, скажем так, мягко в кавычках озорничает, понятно, если вы видите, что там какая-то группа, и можно не подходить, потому что, скажем, разные ребята бывают. Но на браке сегодня есть у вас их телефон, есть у нас служба 112, где мы все фиксируем. Есть другие, скажем, есть полиция, участковые. Я в социальных сетях, вы можете сфотографировать. Мы обязательно находим тех, кто портит наше имущество, и надо наказывать. А так, в целом, мы их содержим в площадке неплохо, поэтому, повторяюсь, у нас 38 площадок мы в этом году планируем сделать. Что как комплексное благоустройство? Это тротуары, значит, это озеленение, это парковка, это места для сбора, утилизации бытовых отходов, это освещение. То есть мы стремимся, но мы еще стремимся, скажем, там идут где-то капитальные ремонты, то чтобы это приблизить, скажем, ремонт этих дворов, совместить с капитальным ремонтом, там где-то есть, потому что капитальный ремонт – это дорогое удовольствие. Ремонты подъезда мы выполняем, тоже, как бы, стараемся это как-то собрать в единый. Тогда, когда двор, будем говорить, отремонтирован, да, дом отремонтирован, да, в подъезде порядок, это играет совершенно другими красками. Поэтому такая работа ведется. Более того, мы, я уже говорил, 33 детских площадки, и кроме детских площадок, 17 спортивных площадок. Потому что мы везде говорим, что Люберц – это территория спорта, это абсолютно правда, это абсолютно факт. Мы исторически так повелось, что у нас достаточно развит спорт, у нас есть свои символы спорта, мы ими гордимся, свои победители, чемпионаты России и мира, и есть история Олимпийских игр. У нас на нашей территории Академии физической культуры в Малаховке, где целая плеяда выдающих спортсменов закончилась тут в Малаховке. Поэтому суть в том, что мы развиваем, скажем, детские игры на детских площадках, развиваем спорт, потому что большой спорт начинается во дворе. Вот кто, любого спросите, кто достиг каких-то результатов в спорте, он спортом начал заниматься дома, во дворе, со своими сверстниками, а дальше пошла какая-то спортивная секция, какая-то спортивная школа, ну а уже дальше, кто посвятил свою жизнь спорту, значит, дальше развивается. Но спорт – это здоровье, поэтому мы стремимся вопросы спорта, здоровья культировать, и я думаю, что у нас в этом что-то получается. У нас есть звонок как раз по поводу благоустройства, у меня подсказывает. Хорошо, давайте послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Озеро Черное – это раз выстройство набережной, выход на краникасовка получается по периметру, потому что наш дом самая ближняя. Вы будете добры, вы можете говорить чуть-чуть более четко, вас плохо слышно. Вы спрашиваете по поводу набережной ЖК «Самолет», я правильно слышала? Да, да, набережная ЖК «Самолет» – озеро Черное. Да, озеро Черное. Хорошо, Сергей, вопрос понятен. Я вам скажу, что вопрос важный, я скажу для микрорайона «Самолет», он крайне важный. И суть в том, что озеро Черное, оно находится на стыке Люберицы, Москвы. И мы все время приняли решение, и я этим вопросом занимался. И мы прорабатывали этот вопрос с городом Москва. Да, и этот вопрос я обсуждал с Андреем Юрьевичем Воробьевым, который поддержал эту идею. И озеро Черное, потому что оно входит в территорию городского круга Люберцы, по сути в Люберцах. Но с одной стороны Люберцы примыкают, а напротив Люберец, ЖК «Самолет» – это все город Москва. И, скажем, где-то по береговой линии метров 20 по кругу это Люберцы, а дальше напротив самолета, 20 метров от береговой линии, это уже Москва. И мы договорились с Москвой, что Москва – это озеро, набережную, само озеро почистит, обустроит. Сделали анализ, цена вопроса где-то вылилась немного, немало, в пределах 3 миллиардов рублей денег. И чтобы Москва могла на эти вопросы тратить деньги, мы озеро Черное отдали, по сути, в бессрочное пользование, как бы в аренду города Москва, который бы вот эту всю территорию, включая и территорию прибрежных ЖК «Самолет», обустроит. Но это было, мы такое решение приняли, значит, где-то в 2019 году. Планы верстались, мы, есть предпроектное решение, в 2020 году пандемия, и немножко эти планы сдвинулись. И пока этот вопрос, я извиняюсь, немножко завис. Мы, я думаю, этот вопрос реанимируем, потому что, ну, в силу разных причин, в силу дефицита бюджетных денег, Москва пока эти вопросы приостановила финансировать, потому что территория огромная, там жилой комплекс «Самолет» и напротив «Москва», он огромен. Значит, именно в той зоне и Москвы, и Люберец какого-то очага отдыха, культуры, водоема нет. То есть это бы подошло как бы для москвичей, это была бы зона отдыха, и для люберчан. Я надеюсь, что мы этот вопрос с Москвой реанимируем, и это будет, конечно, решено. Потому что удовольствие не дешевое, но оно того стоит, потому что он будет служить, я вам скажу, где-то, ну, вокруг вот этого озера проживает, ну, не менее, не менее 500 тысяч человек, это Люберцы с Москвой. И это была бы точка притяжения и отдыха, и культуры, и развлечений. Там можно было бы, ехаясь там с Кожухова, значит, или с самолета отдыхать на какую-то другую территорию, не было бы смысла, потому что там бы появился бы такой хороший, красивый очаг отдыха. Я думаю, что это будет. Владимир Петрович, вы уже немножко затронули тему ремонта домов. Хотелось бы немножко более подробно поговорить. Сейчас продолжается капитальный ремонт домов, и уже завершили работы в подъездах. Расскажите, пожалуйста, что сделано, что в работе, и что запланировано на ближайшее время. Ну, вот я вам скажу, вот за последних, наверное, лет 5 мы отремонтируем, я скажу по памяти, порядка 586 многоквартирных домов. Это капитальный ремонт. Это кровля, это стены, это фундаменты. Мы заменили где-то порядка 510 лифтов. Я, кстати, хочу сказать, что в Люберцах, в Люберцском городском округе, нет ни одного лифта старше 25 лет. Мы все заменили. Эта работа проводилась нами, вместе с предельством области. И понятно, что эти вопросы держат поле зрения, ну, я скажу, контролируют, и, значит, нас и обязывают. Мы отчитываемся, губернатор Андреевич Воробьев, поэтому такой в этом плане рывок. Понятно, что жители платят фонд капитального ремонта, это целевой фонд, он, скажем, контролируется правительством Московской области, где люди платят деньги, а дальше там принимается решение, какие дома ремонтировать. Как принимаются решения? Во-первых, есть добродел, люди пишут. Мы мониторим социальные сети, мы работаем с общественностью, мы работаем с старшими по домам, мы работаем с советом депутатов. И там, где, я извиняюсь, искрит, где есть жалобы то ли на промерзание стен, а у нас много домов, будем говорить, мы их называем хрущевки. У нас много домов 50-х, 60-х годов, где есть проблемы кровли и так далее. Вот эти дома ставятся, значит, в план капитального ремонта и ремонтируются. В этом году в плане было на 45 домов, и мы их в этом году все завершим. В этом году меняем 15 лифтов, и мы, это все лифты, повторяю, старше 25 лет, у нас лифтов нет. Поэтому эта работа проведена. Значит, мы в этом году ремонтируем 230 подъездов. И все эти подъезды к 1 сентября, по сути, мы завершили. Я даю себе отчет, что, возможно, где-то качество, но я вот обращаюсь к жителям, если где-то жители видят, что были ремонты, и где-то качество не устраивает, или вопросы есть, то надо писать, звонить. Значит, я присутствую во всех социальных сетях. Это Инстаграм, это Фейсбук, ВКонтакте. И я говорю своим коллегам и себе, если я получаю что-либо в Инстаграм или ВКонтакте, в Фейсбуке, то есть люди пишут в социальной сети, мы воспринимаем, что человек обратился на личный прием. То есть мы фиксируем, мы стоим на контроль и стараемся эти темы мониторить, отслеживать и решать. Поэтому, что касается капитального ремонта, тоже мы его выполнили. Мы сегодня формируем план, начали формировать план следующего года и по капитальным ремонту, и по подъездам. Поэтому, все, кто меня слышит, потому что идет голосование на портале Добродел, люди обращаются в ЦУР, поэтому мы все это мониторим, потом анализируем, потом выносим на суд нашей общественности, советуемся советам депутатов, тогда принимается решение, что мы возьмем план следующего года. Владимир Петрович, ремонтные работы ведутся в учреждениях здравоохранения. Медицина – это важная часть общества, и сейчас она под особым контролем находится. Расскажите, пожалуйста, какие работы произведены в этой области? Я вам скажу, что касается медицины, то медицина, медики, врачи наши, медсестры, медбратья, все, кто работает на скорой помощи, включая водителей. И сегодня я хотел бы сказать всем огромное спасибо, потому что пандемия нас заставила пересмотреть многое в отношении к врачам, к здравоохранению. Поэтому мы в этом плане очень активно развиваемся. Если посмотреть по вложениям последних, я скажу, наверное, лет 10, то мы занимаем первые строчки, первые и вторые в Московской области по вложению в здравоохранение. Мы многое заменили, многое ремонтируем. Понятно, что в совершенстве нет предела, идет тоже тотальная цифровизация в здравоохранении. Поэтому понятно, что запись к врачу и так далее, все эти вопросы решаются через цифру, чтобы не было чередей и так далее. То есть мы же можем предварительно записаться. Но еще есть вопросы, связанные с содержанием медицинских учреждений. Это тоже вопрос достаточно непростой. И это тоже немалые деньги, но тем не менее мы их решаем. Поэтому было очень много жалоб на состояние Малаховской поликлиники. Там, наверное, года три лифта стоял. В силу разных причин не могли заменить, потому что это деньги и так далее. Мы добились включения в программу ремонта Малаховской поликлиники, замены лифта. Я буквально на днях был в Малаховской поликлинике. Я оцениваю, что там ремонтные работы идут к завершению. Где-то в течение ближайших двух дней это будет все завершено. Лифт заменили. Правда, были торги по Малаховской поликлинике и ремонтные работы со второго по четвертый этаж. Потому что насколько хватило денег в Минздраве. Мы добились, что первый этаж тоже отремонтировать, потому что основной прием медиков, врачей идет со второго по четвертый этаж. Первый этаж оставили на потом. Но сейчас выделены деньги, порядка 12 миллионов рублей. И мы тоже, я думаю, до среди ноября завершим ремонтные работы полностью 100% в Малаховской поликлинике. Еще есть одна такая услуга. Она, к сожалению, в жизни присутствует. Потому что, я говорю, жизнь начинается в роддоме. И, к сожалению, есть печальные вещи в жизни, да, значит, заканчиваются, к сожалению, да, мы говорим о морге. И это тоже услуги. И там тоже работают медики, там работают патологоанатомы. И туда обращаются люди. И я мягко скажу, вот наш вот этот курс патологоанатомический, или в народе говорят морг, он, по сути, был убит. То есть это и неопрятность, обшарпанность, это масса проблем, что снаружи, что внутри. Вот сегодня отъедет ремонт. Я тоже был там на днях. Я думаю, что ближайшие недели, дней 10 там будет все завершено. Это и получают люди новое оборудование. Там работают 8 врачей. Работают они в таком жестком режиме, особенно в пандемию. Я не буду эту тему печально поднимать. Она присутствует. И мы тоже выполнили там ремонт. И я так думаю, что время от времени мы, к сожалению, должны тоже туда как-то заходить. И там тоже как бы наведен порядок. Это вот, что касается таким одним мазком, все, что касается ремонтных работ именно в этом году. Владимир Петрович, у нас есть еще один телефонный звонок от зрителя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. У меня к вам вопрос. Вернее, два. Моя фамилия Качкарева Лариса Николаевна. Живу в Красноармейской, дом 4. Надежда Николаевна? Нет, Лариса Николаевна. Лариса Николаевна. Да. Значит, первый вопрос такой. По поводу льгот, проезд на коммерческих маршрутках. Это хорошее дело. Спасибо большое. Это просто очень важно. У нас денег мало. А нам иногда ездить необходимо. Не потому, что мы пенсионеры любим мотаться. А вот у меня, например, племянница раковая. И я с Красноармейской, на Митрофаново, с судочками, с кастрюльками и так далее еду. Мне важно и каждый раз платить по 110 рублей вот на восьмерке, туда-обратно. Ну, про восьмерку ладно, ничего, ничего. А все остальные тоже. Значит, вчера мой брат со снохой, вернее, из Краскова в Коренево из поликлиники ехали от врача. Их на 34-ю маршрутку без денег не посадили. Почему? А сегодня еще одна моя родственница, вот мы вдвоем ездим к племяннице, она сегодня от станции вот с той стороны садилась, где рынок, тоже то ли 16-я, то ли 18-я маршрутка. Сели несколько пенсионерок, он сказал категорически, не повезу, выходите в грубой форме, чуть ли не в за шеи пожилых женщин из маршрутки в окровашину. Это что? Значит, Лариса Николаевна, я скажу что-то недоразумение. Я себе записал, смотрите, я уже повторяюсь, я присутствую во всех социальных сетях. Вы фотографируете, телефон же есть. Фотографируйте, записывайте и отправляйте меня напрямую. Мы с каждым таким случаем будем разбираться. Понятно, что эта услуга введена с 1 августа. Мы вошли в пилотный проект. Таких районов на территории Московской области всего 5. И нам доверили, чтобы эту тему отработать. А дальше, это тоже инициатива Андрея Юрьевича Воробьева. А дальше эта тема будет отрабатываться на всей Московской области. Но мы должны эту работу поставить на ход. Мы должны, смотрите, вот эти перевозчики, они частники. И мы с ними не будем играть в демократию. Поэтому где-то водитель недопонимает, надо разбираться. Где-то, собственно, какая-то компания. У нас сегодня 10 перевозчиков. И если, допустим, МОЗ Трансавта, там все понятно, там нет вопросов. А если какая-то частная структура, мы с ней будем отдельно разбираться. Я, кстати, буквально вчера собирал перевозчиков. Потому что пошла такая волна в силу разных причин. Потому что, ну, чтобы вы тоже знали, я говорил перевозчикам. Вот перевозчик возит льготников на транспорте. Он возит август месяц. Значит, понятно, что сегодня цифра позволяет каждого льготника фиксировать. Вы отдаете свои данные, вы фиксируетесь. Цифра, скажем, эти данные уносит даже дальше в базу данных. А дальше в базе данных формируется статистика, сколько этот перевозчик перевез. И оплату он получит. Мы оцениваем, мы говорили с министром транспорта Московской области. Ну, где-то будут стремиться в средине сентября. Даже, возможно, этот пилотный проект пока Минфин отработает. Возможно, даже в конце сентября. А так они будут получать, стремиться эту работу в Минстранс. Будет стремиться, месяц прошел, до 10-го числа каждого месяца ввести полную оплату за перевозок. Поэтому понятно, что сегодня транспортная компания возит людей за свой счет. Но им оплатят. И я вчера доказывал, чтобы не было шума, шуток. Поэтому сбить этот накал. Потому что есть часть, основная часть это понимают и добросовестно возят. А есть часть перевозчиков, которые начинают спекулировать. Поэтому я очень популярно им объяснил, что мы сегодня живем в обществе. Мы сегодня есть принятые решения на уровне губернатора, на уровне муниципалитета. Если вы хотите сохранить свой бизнес, эти решения просто-напросто надо выполнять. Поэтому я извиняюсь, Лариса Николаевна, я эти вопросы поправлю. Тоже прямо после эфира я попробую найти, кто собственник этого маршрута. И чтобы таких недоразумений больше не возникало. Но, пользуясь случаем и вашим вопросом, все, кто меня сегодня слышит и смотрит, если есть такие вопросы, вы фиксируете, делаете видео и отправляете мне в социальные сети. В ВКонтакте или в Инстаграм как-то разместите, в Директ мне пишите. Поэтому мы каждый вопрос будем отрабатывать и эту ситуацию будем править. Понятно, когда все, что начинается, ну это же не я сказал, это народ придумал. Первый, блин, комом. Мы только начали эту работу делать. Но мы ее обязательно отладим. Спасибо за ответ, Владимир Петрович. Я напоминаю, вы смотрите эфир с главой. Наш телефон 8 495 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Звоните, задавайте ваш вопрос главе городского округа Люберца Владимиру Петровичу Ружицкому. И в продолжение медицинской темы, Владимир Петрович, в наших прямых эфирах вы не раз поднимали вопросы, много рассказывали о вакцинации. Говорили о том, почему это важно, где можно прививку поставить и куда обращаться, если возникают какие-то вопросы. Можем ли мы сейчас говорить о том, что большая часть населения уже вакцинирована и какова ситуация на данный момент? На сегодняшний день я вам скажу, если мы год назад было много спекуляций и не верили, что есть вирус, а говорили, что это спекуляция, это политиканство, это политики так захотели. Сегодня таких же рассуждений нет, по той же причине, что многие переболели. К сожалению, в окружении каждого кто-то из близких или друзей ушел из жизни в силу этого заболевания. То есть это непростая ситуация, непростое заболевание. И сегодня в этом плане работают и медики, и ученые, и вирусологи в поисках и лекарств, и более, я бы сказал, эффективные вакцины, но надо дать должное российским вирусологам. Сегодня спутник 5, и это оценено, или спутник ВИ, скорее всего, да, оценено специалистами, мировым сообществом, что этот спутник ВИ работает на уровне и достаточно эффективно защищает человека. И если мы, повторяете это еще полгода назад, с трудом и не могли достучаться, и каким-то образом работали абсолютно все структуры и власти, и пресса, и специалисты, на ту тему много было спекуляций в сетях, по WhatsApp, разного небылица распространяли, то сегодня как бы этого нет, это все ушло. Скажем, прошлое. Если у нас, скажем, что было 60% иммунитета, то есть нам где-то нужно вакцинироваться не менее 151 тысячи человек. Вот у нас по статистике на сегодняшний день уже порядка под 150 тысяч вакцинированных. То есть по нашим данным, это статистика, это опять все уходит в цифру, и компьютер это все вычисляет, 99% от той задачи, которую мы для себя ставили, мы ее выполнили. И сегодня более того, меня попросят, спрашивают, есть разные вакцины, советуются где-то даже оказать помощь, там, вакцинации, хотя тут помощь моя уже не нужна, потому что мы открыли, у нас 12 поликлиник, в каждой поликлинике есть пункт вакцинации. Мы открыли 10 точек вакцинации, это во всех торговых центрах, в МФЦ, в активном долголетии. Но мы пошли дальше, значит, мы работаем очень плотно с нашими предпринимателями, предприятиями, СНТ, даже гаражными кооперативами. И там, где была заявка, где там собирается от 15-20 человек, мы туда посылаем мобильную, скажем, такую машину, мобильный госпиталь, где есть медсестра, врач, и туда выезжают и там вакцинируют. Поэтому мы в этом плане на сегодняшний день определенную задачу решили, выполнили. Но суть в том, что даже те, кто вакцинирует, они тоже могут заболеть. Ну, как показывает статистика, значит, те, кто был вакцинирован, болезнь протекает в более такой легкой форме. Поэтому вот вопросы, связанные с безопасностью, с маской, мятьем рук, просто поведение, которое связано с тем, чтобы, скажем, как бы соблюдать правила гигиены, никто не отменял. Поэтому надо вакцинироваться, соблюдать правила гигиены. Ну, я уже повторяю, значит, сегодня медицинское сообщество, ученые работают дальше, и я говорю со специалистами. Идет поиск лекарств, и дальше работают над вакциной. И штамп, или штамп, он дрейфует, и появляются новые штаммы. Поэтому будем надеяться, что и люди, придерживаясь определенных правил поведения, и наши ученые, мы придем, я думаю, что победа обязательно будет за человеком. У нас были всякие и холера, и чума, и тиф, что только не было. В истории человечества и испанка, которая выкосила там десятки миллионов человек в 20-е годы, это все было. Ну, на нашу долю, на наш век выпал вот вирус, ковид. Ну, человек его победит. Владимир Петрович, у нас еще один есть звонок от нашего зрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Владимир Петрович, меня зовут Владимир Владимирович Толженко. Мы с вами плодотворно общаемся по поводу благоустройства пруда. Вопрос. Томилина, на улице Кантемира. Так. Хотел бы поблагодарить вас за усилия, приложенные в обустройстве пруда. Нам очень приятно, что администрация нашла в себе силы, так сказать, сделать очистку пруда. Ну, вот у нас есть вопрос, скажите, рассматривается ли вопрос администрации очистку пруда от иловых отложений? Потому что сейчас, на данный момент, много сделано очищенной береговой линии, сделано, устанавливается освещение. Мы слышали, что будут устанавливаться домики для птиц, безопасный город будет устанавливаться. Но хотелось бы понять, это все-таки, скажем так, полумеры такие, там очень большие иловые отложения. Есть ли в перспективе у администрации почистить его от иловых отложений? Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое. Да, вопрос понял. Но я, может быть, скажу особо, скажем, ну, не то, что вы, наверное, хотели бы услышать, но в этом году мы эти вопросы решаем вместе с Минэкологией. Мы вошли в план, в программу, опять же, губернатора с точки зрения очистки малых водоемов. И в этом году мы чистим береговую линию, значит, освещение, лавочки, значит, очистка пруда от сорняков, зарослей, камышей. Мы это там делаем и сделаем. Что касается очистки от ила, пока-то не предусмотрено. Это немножко другие деньги и другие работы. Но я думаю, вопрос есть, и не только по этому пруду мы себе эти вопросы записываем и будем отрабатывать, да, сбок, там, в ближайшие годы. В том числе займемся очисткой подобных водоемов от ила. Спасибо за ответ. Владимир Петрович, еще один главный, важный вопрос, наверное, в преддверии 1 сентября. Будет ли день города в этом году? День города будет обязательно. В каком виде? Какие сюрпризы? Какая программа там подготовлена? Есть то, что нельзя отменить. Ну вот нельзя отменить Новый год. Ну как, нельзя? Он идет, да? Значит, день рождения у каждого. Это тоже событие и по-разному, в зависимости от юбилейной даты, рядовая дата. Каждый как-то, скажем, отмечает по-своему. Есть день города. Это общий день рождения горожан. Мы отмечаем и день города, и день городского округа Люберцы. В свое время мы приняли решение, вместо Советов депутатов, с нашими активистами, день города Люберцы отмечать в один день с Москвой. Потому что мы как-то в свое время отмечали, скажем, сначала Москва, потом мы. И очень частенько после праздника Москвы, через неделю мы, дожди, и это как бы мы готовимся, и когда идет дождь, настроение сразу же немножко не то. Когда мы празднуем с Москвой, я вам скажу, даже если наступает какая-то осенняя пора, и даже дожди начинаются, но в день города Москвы всегда хорошая погода. И нам в этом плане повезло. Поэтому вот этих последних, наверное, лет там 10, больше, мы празднуем вместе с городом Москва. И я оцениваю, что это тоже нам какая-то удача, потому что Москва рядом, и Москва нам помогает с погодой. Поэтому в этом году, 11 сентября, мы будем отмечать день города Люберцы, городского округа Люберцы. Понятно, что мы будем его отмечать немножко в таком вурезанном виде от предыдущих лет. Он будет проходить в таком же, скажем, формате, как проходил в прошлом году. Значит, и мы по микрорайонам, по нашим паркам будут организованы такие праздничные зоны, где можно прийти, скажем, начало будет 12 часов, мы старт дадим в Центральном парке, 12, значит, Наташинские пруды. И в каждом поселке места определены традиционные, тоже будут свои зоны, будет увеселительная программа, то есть 12 часов это концертная программа, торговля, всевозможные игровые, скажем, мероприятия, где можно будет отдыхать, повеселиться, пообщаться с друзьями, будет работать торговля. Мы планируем в 18 начнется концертная программа, и это будут и наши артисты, приглашенные, это тоже будет интересно. Концерты тоже по всем поселкам будут. И планируем 21 час салют. В прошлом году салюта не было, в этом году салют. И тоже будет у нас 6 точек, поэтому понятно, что и вирус, и пандемия, это не отменено, но в то же время мы немножечко, учитывая то, что я уже говорил, многие сделали вакцину, часть переболела, есть, я бы сказал, сегодня так или иначе есть коллективный иммунитет, поэтому вот мы в таком режиме будем отмечать День города и городского округа Люберца. Замечательная новость, я думаю, что уже все собираются на это празднование Дня города, уже готовиться начали. Но для наших юных люберчан два знака события в сентябре, это оба праздника, 1 сентября и День города. И всегда интересно узнать мнение подрастающего поколения по самым разным вопросам. Мы у них спросили, каким они видят город Люберцы. Дети с удовольствием всегда отвечают, потому что они свое мнение высказывают, мы взрослые его слушаем, им кажется, что они от этого взрослее становятся. Итак, давайте послушаем, что же первоклассники, будущие первоклассники, сказали о том, каким они видят город Люберца. Ну, это город такой, городок Б, где я родилась. Городской округ Люберцы – это родной и любимый город. Там живет моя семья, мои родственники, там очень много друзей, и я буду с ними встречаться. Это мой самый любимый город. Это город, какой живет внутри тебя, и он со всей сердца любит тебя. Он заступится за тебя, а мы за него. Он мне очень нравится, я хочу в нем прожить долго-долго. Я пойду в этом году в кадетскую школу. Я когда вырос, то очень хочу стать модельером. И я буду шить спортивные купальники. Я пойду в первый раз в городской округ Люберцы, 22-ю школу. У меня будет букварь, карандаши будут письменные. Я когда вырос, то буду стоматологом, буду лечить зубы. Обязательно буду работать в Люберцах. Я пойду в 42-ю школу. Мне кажется, на помененах у меня будет весьма. И учуроки, оригами, какие-нибудь поделки. Чтобы его люди всегда любили, чтобы он был всегда красивым и интересным. Я очень люблю городской округ Люберцы. Там огромная страна. Я ее так сильно люблю, что я бы хотела там просто жить в всяких домах разных. Путешествовать по городу. Я бы хотела пожелать счастья, чтобы он жил и никогда на него никто не нападал. Чтобы папа читал, был красивый и никогда не был замусорен. Чтобы Люберцы развелывались. Стали все красивее и красивее. Чтобы много появилось в детских площадках. Чтобы мы играли с друзьями. Чтобы они были в мире самые-самые красивые. Вот для меня город Люберцы это в первую очередь вертолетостроение и Гагарин. Потом парки центральные со своим красивым фонтаном. Наташинский со своим красивым колесом. И много всяких скульптур по всему городу. Владимир Петрович, если бы к вам обратился человек, например, иностранец. И сказал бы, что такое город Люберцы. Как бы вы ему сказали в двух словах? Как бы вы ответили? Ну, в двух словах я бы сказал. Это немножко с юмором. Я бы иностранцу. Города Москва знаешь. Вот Москва находится рядом с Люберцами. Это факт. Это правда. А уже если более серьезно. Если в разговор вступить с иностранцем. То Люберцы. Понятно, что все в мире знают Гагарин. И сказать, что Гагарин свою первую профессию получил в Люберцах. И именно мысль Гагарину пришла стать летчиками и так далее. Дальше пойти учиться в Люберцах. В ПТУ или ремесленном училище. Где он научился рабочей профессии. По сути, летейщика или формовщика. То есть это Гагарин. Гагарина все знают. Я уже не говорю. Можно дальше разводить тему. Космоса, звезда. Единственное предприятие, которое делает скафандры для космонавтов. Во всем Советском Союзе и в России сегодня в частности. Это завод «Звезда». Это тоже Люберцы. То есть мы увязаны с Космосом, с Гагарином, с вертолетами. Ну а уже все остальное можно уже рассказывать, если будет интересно этому иностранцу. Ну спорт, конечно же. Ну спорт, самостоятельно. Территория Люберец. В завершении эфира, Владимир Петрович, есть возможность сказать напутственные слова нашим школьникам, студентам. Я посмотрел на последний репортаж. Ребята, маленькие детишки, кому-то 7, кому-то максимум 10 лет, очень эмоционально, трепетно, волнительно, очень трогательно. Да, о Люберцах, о своем понимании Люберец и вообще, скажем, вот эти все детские взгляды на эту жизнь и на взрослую жизнь, они очень интересны. Они как себя видят, будущее видят. Это очень интересно. Поэтому, вы знаете, человек так устроен, что он взрослее, и чем старше, он начинает понимать, что такое детство, что такое дети, в целом, что такое жизнь, страна. И он понимает, что в базе, в основе, ради человека, человек живет и проживает жизнь, это, конечно, дети. Это дети, внуки. И вот правильно дать настрой, как-то мотивировать этого человека, этого маленького человечка, который бы начал бы учиться, проявлял бы интерес к жизни, понимал бы, ради чего надо. И сегодня, ну, не аж придумал учение света, не учение, но это поговорки, а взять и мотивировать, и чтобы этот ребенок маленький начал усердно заниматься, сам бы к этому стремился бы. Как правило, такой посыл дают взрослые родители, учитель в школе. Поэтому, понятно, что впереди 1 сентября, я сегодня хотел бы пожелать нашим всем юным дарованиям, они все дарования, чтобы они с увлечением учились, им бы было интересно в школах. А для этого, чтобы было интересно, есть педагогический коллектив, который должен создать условия, создать интерес к знаниям. Это только учитель может, более старший человек, если я желаю вот такого творческого подхода нашему всему учительству. Я, конечно, желаю нашим родителям, бабушкам, дедушкам в чем-то где-то терпения, где-то в чем-то усидчивости, а иногда и строгости. Это тоже немаловажно, чтобы было отношение к подрастающему поколению. Поэтому всем в предпраздничном настроении 1 сентября Дня Знания искренне желаю всем здоровья, благополучия, не знать никаких вирусов. И, скажем, искренне желаю, чтобы те планы, которые мы выстраиваем, как детишки, так и взрослые, чтобы мы не сбылись. Впереди день города, детишки об этом говорили, любимый город, хочу в этом городе жить долго, ребенок там 7 годиков. Это очень нормально, потому что на самом деле это любовь, она не, скажем, не наигранная. Это то, что в душе есть, человек и так говорит. Поэтому, конечно, у нас замечательный город, свои истории, со своими людьми. И я искренне хотел бы пожелать всем люберчанам, жителям наших поселков, получать удовольствие, радость от жизни. Понятно, много проблем. Понятно, что мы очень часто жалуемся и на жизнь, и на власть, и массу других каких-то вопросов. Но очень многое зависит от настроения внутреннего, особенно молодые люди. Тем более мы проживаем в таком огромном мегаполисе Москва, потому что люберцы входят в состав огромного мегаполиса Москва. Здесь всегда, если ты желаешь, хочешь, главное, чтобы здоровье было, можно заработать, найти себя. И прокормить себя и семью – это очень важно. Я искренне желаю старшему поколению, скажем, тоже в том числе и терпения. Но старшему поколению я желаю здоровья, и чтобы этого здоровья хватило и на себя, и на то, чтобы передать свой опыт подрастающему поколению. Поэтому я думаю, что мы 11 сентября совместно отпразднуем день нашего города, наших поселков замечательных, зеленых, красивых, в историческом плане неповторимых. Поэтому наше пространство, вот Люберцы, поселки – это одно из дикованных мест, это одно из мест. И хотите релаксации, хотите, если хотите работать, работы, хотите отдыха. Просто мы до конца даже не понимаем, что нас окружает. А мы живем в красоте небывалой, в возможностях, которые позволяет этот мегаполис. Только должно быть желание, чуточку везения, чуточку удачи, и чтобы здоровье не подводило. Поэтому всем хорошего настроения, спасибо всем, кто с нами сегодня был. Поэтому готовимся к Дню Знаний, к Дню Города, и просто живем и работаем. На этой позитивной ноте, Владимир Петрович, я благодарю вас за участие в программе, за ваши ответы на вопросы. Напоминаю, что вы смотрели диалог с главой. Благодарю вас за внимание и прощаюсь. До новых встреч на телеканале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин